Максвелл ввел понятие тока смещения обобщим закон полного тока где у нас циркуляция вектора h по любому замкнутому контуру была равна сумме токов проходящих через любую поверхность опирающуюся на этот контур если у нас есть какой-то контур L то поверхность может иметь любую форму и тогда вектор плотности тока который Максвелл в отличие от тока смещения назвал током проводимости ну и вводим здесь понятие нормали ds как в теореме Гаусса то есть поверхность s опирается на контур L поверхность s может быть любая может быть плоская может быть выпуклая может быть вогнутая совершенно все равно вот это соотношение всегда выполняется рассмотрим конденсатор к которому подходит ток i то есть направление тока проводимости совпадающие с направлением тока указанного здесь ток приходящий сюда у нас связан с зарядом который накапливается на пластинах конденсатора таким соотношением если мы теперь возьмем замкнутую поверхность s и применим к этой замкнутой поверхности теорему Гаусса для электрического смещения то она должна быть равна сумме токов а это будут как раз заряды которые будут накапливаться на этой пластине q это мы записали свободные заряды свободные заряды теорема Гаусса если мы продифференцируем обе части нашего выражения то здесь у нас будет стоять производная по времени от потока электрического смещения вектор Д часто называют электрическое смещение электрическое смещение или вектор электромагнитной индукции вектор индукции электрического поля если занести изображение под поменять местами операцию интегрирования по поверхности дифференцирования по времени независимые друг от друга то можно записать таким образом ДПДТ умножить на ДС поток вектора вот этой величины которая у нас поскольку ДКУПДТ это и есть ток равна току и учитывая связь между током и плотностью тока можно записать такое соотношение ток будет равен потоку плотности Ж на ДС здесь у нас стоит поток величины Ж но понятно что поскольку у нас индукция электрического поля отличная от нуля только внутри конденсатора а снаружи она обращается в ноль так же как и напряженность поля то здесь можно будет написать площадь С совпадающую примерно совпадающую с площадью пластин по поверхности С уже без замкнутого контура Ж умножить на ДС потому что интеграл по всем остальным частям поверхности будет равен С пластин конденсатора вот это Ж которое может зависеть не только от времени а еще от других величин поэтому здесь Максвелл написал частную производную ДПТТ это величину вел Максвелл и назвал это током называется током смещения ток смещения ток смещения происхождение этого слова наверное обусловлено тем что величина Д называется электрическое смещение поэтому ток смещения ток за счет того что у нас смещаются заряды находящиеся на этих пластинах поэтому вопрос такой если у нас идет зарядка конденсатора то есть Ж смещения ток проводимости ток проводимости направлен плотность токов проводимости направлена сюда к верхней пластине ну и понятно что положительные заряды будут уносить этот ток проводимости с нижней пластины поэтому здесь будут оставаться плюсы а здесь будут накапливаться минусы при этом у нас индукция будет направлена от плюса к минусу И ток проводимости течет сюда. Надо будет указать направление тока смещения. Ток смещения, который здесь у нас существует, он будет направлен вверх ши смещения. Или вниз, ж смещения. У вас есть два варианта ответов, которые вас поведут по двум разным образовательным траекториям в дальнейшем.